Дорогие друзья! Мы о воспоминаниях о том, как создавался спектакль, мы будем петь. Придут наши... не буду даже говорить, кто и придет. Рок-н-ролльные товарищи. Да, в общем, друзья, мы вас всех приглашаем на этот квартирник, на запись его. Поскольку это 27 число, это рабочий день... А не скажу. Прилетайте. А вот тут, видите, есть такая вот тонкость, что не могу я вслух сказать адрес, где будет это происходить. Но вы можете... Прилететь. Прилететь, да. Вы можете записать, так сказать, прийти ко мне в личку. В 14 часов мы вас там ждем, короче, 27 числа. Это рабочий день, не все смогут, так что, в общем, я даже не очень боюсь, чтобы... Вот, в личку вы знаете, куда идти. Лидия Чебоксарова. Вы... да. Кстати, Юрий Мазихин. Анима. Лурия Акцентра, Длинная Золотая Москва. Виктория Соломьева. Актриса Московского центра. Ирина Линкс. Актриса Московского центра. Алексей Бобров. Антон Арцин. Петр Маркин. Алексей Рассашанский. Спасибо. Лидия Чебоксарова. Артисты Первого Призыва. Армейского. Да, мы продолжаем. Алекс... Анастасия Зимина. С тех пор, как Саня поклялся отыскать пропавшую экспедицию, он упрямо идет к своей цели. Саня становится пилотом. И вот он на военном аэродроме в компании таких же, как он, красавцев-летчиков. Как хорошо пять раз перевернуться и на опасном вираже благополучно в землю не воткнуться. Хотя, казалось бы, уже пилоту в небе море по коленам не удержать его ничем. Готов летать пилот четыре смены. Хотя, казалось бы, зачем? Я чисто от поля выйду поутру лениво. Трудно летом, пильну хвостом. И заволнуется встревоженная неба под ветерком. Взревет машину прочихавшимся мотором. Уйдет земля из-под нее. И обоплются небесные просторы. Крыло моё! Крыло моё! Пилот живет, подобно вольной птице, всегда не там, где жил вчера. Он не спешит семьей обзаводиться. Хотя, казалось бы, пора. И при нехватке денежных ресурсов. Не растеряется пилот. Он не совьется с правильного курса. Хотя, казалось бы, вот-вот. Я чисто от поля выйду поутру лениво. Крутой летом, пильну хвостом. И заволнуется встревоженная неба. Ну а потом... Ну а потом... Ну а потом... Ну а потом... А вот земля моя земля, а под землей рука. А из руды моя страна дает металл, чтоб в самолете я летал. Дает металл вокруг леса, вокруг поля. Моя земля, моя краса, моё жизнь. А над землёй, ой, могучее крыло моё! Крыло моё! Крыло моё! И моё, и моё, и моё! Крыло моё! А вот и он! Ну ты даёшь! Да разве можно так летать? Но ты силён! Ох! Её на Божий мой костей не засчитай! Теперь гляди, чтоб не попало! На первые часы! Ты всё начальство разозлил! Сегодня сам товарищ Чкало Слетел за тем, как ты козлил! Неужто сам клянусь? Такой двойной переворот наверняка Увидел он впервые! Ведь он герой, он сам над полюсом летал И он поймёт, как важно мне найти следы Святой Марии! И если он в мою мечту поверить сможет Так значит, просто он не видел мой полёт! Он мне поможет! Он мне поможет! Он мне поможет! Он мне по... Светы! Идёт! Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ Чкалов! Ну и кто из вас всё это вытворял? Что я говорил? Всё, тебе конец! Как зовут? Григорьев! Что же ты ловял? Так держать, Григорьев! Молодец! Валерий Павлович, разрешите обратиться? Да замолчи ты, а! Я там с просьбой! Говори! Неисправим! Неисправим! У меня мечта! Мечта, говоришь? Мечта! Ишь! Мечта! Осуществим! Осуществим! Переплывём, перелетим И будет подвиг наш! Не повторим! Осуществим! Любое чудо, если нужно, сотворим! Осуществим! Сиди, врагов! В ночном боём! Среди снегов! В суровом северном краю! Осуществим! Советную мечту свою! Осуществим! Осуществим! Советную мечту свою! Мечту свою! Осуществим! Осуществим! Советную мечту свою! Чтобы получить разрешение на экспедицию к Крайнему Северу, Саня отправляется в Москву. И первым делом он идёт к своему лучшему другу Вальке Жукову. Валька со своей теперь уже женой Кирой и двумя детьми живёт в типичной московской коммуналке, населённой её типичными обитателями. Поскольку дети, по примеру отца, увлекаются биологией, то многочисленные их питомцы и препараты, разбегаясь по квартире, доставляют массу неудобств жильцам этой самой пресловутой коммуналки. Что за крики? Что за лоплики? Что такое? Что случилось? Так в уборной, да такое приключилось. Но? Захожу из унитаза, на меня глядят два глаза, я чуть было говорить не разучилась. Это жуковых проделки, черепахи, гризы. И белки. А развели в квартире, понимаешь ли, это зоопарк? Гризы. 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 Ненамерное, практичное. А потому что тараканами и клопами хе-хе, перепитается. Все, 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 не болейте все заботы на товарища пилота. Он устал с дороги, дайте человек отдохнуть у нее в комнате. Ну как жизнь? Доживем помаленьку, коптим атмосферу. Мы в Мариатле. Смотри, скоро старший пойдет в первый класс. Кораблев постарел. Ромашов начал делать карьеру. Да. Ассистент Николая Антоновича. Вот тебе раз. Кстати, Катя и он. Ну да ты уж, наверное, слышал. Что? Ты давно ей звонил? Я вообще не звонил ей с тех пор. Двадцать лет? Двадцать лет. У тебя просто съехала крыша. Разве можно так девушку долго томить? Извините, что лезу в чужой разговор, но могу вам за бесплатно дать маленький совет. Звоните, не стесняйтесь, вы спарит хоть куда. Похоже, вы боитесь. И вовсе даже нет. А выглядит, как будто кокетан, фотоаппарат. И не тяните, ведь вы герой, вы родины облот. И если вы мне позвоните, то подведете без воружской флот. Ните, не тяните, не тяните, не тяните. Ай! Ай! Молодца! АПЛОДИСМЕНТЫ Катя и Саня встречаются после девятилетней разлуки и хотят объясниться друг с другом, но не находят нужных слов и расходятся так, и не сказав друг другу о любви. Открасит закат столбы и мосты в такой волшебный цвет, что растеряешься ты. И сердце стучит И в горле комок Как много ты сказать хотел, но слова не смог Хватит молчать смелее И... И если бы не Чкалов Как трудно найти Он помог Простые слова Я повторю на самолете Маршрут Святой Марии Много лет назад голова Была все морпуть дает добра Была все морпутька Извини ей глаза Вот Неужто это все Что ты хотел ей сказать Что я несу Что ты несешь Молчи Почему в тот вечер Ты отвернулась от меня Он помог О, кто ты там много утекло Что время как разрыв трава У нас много друг отекло И не дает найти слова Три дня безумных лет Вы этого ждали дня Что ж вы молчите теперь Свой счастливый билет не ценят Скуется рынор-доль Весь старый ненужный хлам Где-то среди замерзающих звезд Где-то там, где кончается земля Там, в безмолвии седом Средь обломка корабля Скрыта правда подо льдом Я отыщу ее Чтоб доказать Там письмо ледяной стеною Уж двадцать лет Меж тобой и мною То письмо Я дурак бездушный Знаете Мама твоя Не нужно Мне пора Много дел на вечер До свидания Пока До встречи Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прослышать друг друга И выпустить голову из гостей Слова, что столько лет таились Слова, что к облакам способны вознести Их нужно только вслух произнести Слова, что к облакам способны вознести Их нужно только вслух произнести На пути к своей мечте Саня штурмует коридоры главсев морпути Типичной бюрократической организации Где ему предстоит вступить в неравную схватку С невозмутимыми секретаршами Как широка страна моя родная Ни ближних и ни дальних концов в ней не найти Как управлять такой никто не знает Ведь каждый в ней дерзает И всякий в ней стремглав летит Ах-ах, но полный шмах И все хотят на веру И все хотят без сметы А где же аргументы? Где численный расчет? Во всем должна быть мера На все должно быть вето С печатью документы Порядок и учет Порядок и учет Я из восьмого летного отряда С командировочным листом Военбилет при мне Билет не надо Мне в отметочку Потом Так мне сюда? Никак не разберу я Так я пройду? Конечно нет Но почему? Вам 72-ю Но я там был Сейчас обед Нельзя же так на веру Нельзя же так без сметы Должны быть аргументы И численный расчет Во всем должна быть мера На все должно быть вето С печатью документы Порядок и учет Порядок и учет А как же он? Есть нужды, по которым Нельзя тянуть А я три дня брожу под коридором И тоже срочная нужда А ну потише Вы тут не шумите Нет, я нарушу ваш покой Вы кто такой? Меня зовут Григорьев Александр Живу я на вокзале Я круглый сирота Псих Нельзя же так без спросу Нельзя же так без сметы Где факты, аргументы И песниный расчет На срочные вопросы Поступят в срок ответы Должны быть документы Порядок и учет 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 Саня Григорьев пытаясь организовать экспедицию Обивает пороги глав все в муропути Но ничем не выходит Кто-то явно не хочет, чтобы экспедиция состоялась В приемной Саня случайно сталкивается со своим заклятым другом Ромашовым Саня Григорьев, черт побери Искренне рад такому сюрпризу Здравствуй, подлиза Кончай пускать пузыри Ты-то чего здесь оказался? Да уж не ты лет часом Воду здесь мутишь Ты что? Гляди, как дам Так улетишь Ты чего? Это вовсе не я Это наш старикашка проказит Он боится, что твой перелет Воскресит его старый горяшок Он тут ползает словно змея Он использует старые связи И уж точно на все, что угодно пойдет Лишь бы замысел твой растереть В порошок Ты давай не крути Ты сам не зеваешь Я вообще на твоей стороне Ишь как заворкал Что ж тогда двадцать лет И ты такую улику скрываешь Я-то знаю, что ты То письмо своровал Но не делай такое лицо Понимаю твое раздраженье Да ты была клеветом, увы И естественно жаждешь суда Ты получишь свое безлицо Но уж сделай и мне одолженье В сорок восемь часов Уберись из Москвы И не лезь в наш искать и дела Никогда Я, похоже, помешал Нисколько Николай Антонович Видели или только что С настойчивостью чрезвычайной Верный ассистент ваш Не стесняясь Предлагал мне помощь В том, чтобы пораззорить вас Навек Да-да, весьма печально Он подлец Припас На вас опасный компромат Да-да, я в курсе И чего бы ждать иного Я его взрастил А значит сам и виноват И что подлец Он-то для меня Отнюдь Ненова А кто А кто А кто Бился в холку Другой Терзает Жилы А как Я ненавижу Вас Молодых И властных Ступающих Все ближе И ближе И ближе Готовы Бесстрастно Добить Старика Который Щерится Из тупика Но Зубы Есть Но Зубы Есть Но Зубы Есть Па Та Ч По Ярославском вокзале в Москве Отъезжающего на поезде саню Провожает Кораблев, Валька и Кира с детьми Организовать экспедицию так и не удалось И Саня ни с чем возвращается к месту Проводить героя летчика пришли соседи Жуковых по коммуналке. Поезд вот-вот тронется, и строгая проводница просит пассажиров занять свои места. Но Саня медлит. Он надеется, что Катя все-таки придет попрощаться. Ну, чего ты раскис, капитан, словно клякся в тетради? Сорвалась экспедиция. Блин, заберись. Не грусти. Николай Тантонович непрост, ты смотри, как нагадил. У него еще много знакомых в главсе в морпути. В этом все в морпути бюрократ просто на бюрокраде. Все еще впереди. Ты еще совершишь свой полет. Экспедиция тут ни при чем, это он из-за пати. Все, прощаемся, граждане, 9.05. Бывай, капитан. Поезд сейчас отойдет. По вагонам, по вагонам, по вагонам, по вагонам. Саня! Саня! Катя! Катя! Ты пришла! Пришла, пришла. Ну, хватит, хватит. Значит, все же ты мне веришь. Я сейчас запрою двери. Вот погодите, двери шмери. Здесь любовь людей происходит. Поймите, пожалуйста. Саня, я ушла из дома. Открыть светофон. Я не могу там больше жить. И вздрогнулся в стад. Там все большие. Нельзя же так расстаться. Главный слов не сказать. А я хочу уехать в Ленинград. Последний сигнал. Мне там дают работу. Как злом детьми. Как мы? Наверное. Без специальности. Тебя потерять. Рискуйте мы. Ну же, скорей. 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 Все. Если не сейчас. Я хорист не остановлю. Значит, никогда. Но должен ты об этом знать. Ваш последний шанс. Все хочу тебе сказать. Да, да. Что я давно тебя люблю. Господи, наконец. И стоило так тянуть. Чтобы расстаться, Когда уже в пору жагнуть. Под венец. Вам бы давно смехнуть. Ведь ветер, как влажный тварь. Было и ежу уже понятно. Это любовь, гребущий водопад. Раскатистый напад. Пожар и наводненье. Это любовь, безумная мечта. И счастлив тот, кто постучит в ее брата. Это любовь, безумная мечта. Это любовь, безумная мечта. Болжебное мечта. Это любовь, безумная мечта. Безбрежные просторы. Это любовь. И все вокруг твое. Как я открытый для тебя, брата, Дея, это любовь, это любовь. Война застает Катю и Нину Капитоновну в осужденном Ленинграде. Тучи опять наползают, белой метелью грозя. Там, где вода замерзает, Жить нельзя. Уже почти пришли. Бабушка, уже пришли. Наш народ непобедим. Минус тридцать один. Зачем же только ты поехала со мной В Ленинград, в Ленинград, в Ленинград. В Ленинград, в Ленинград. Что вам нужно? Вы кто? Ромашов, это вы. Это я виноват. Напугал. Я тут чудом попал На спецрейс из Москвы. Волновался ужасно, Повсюду искал. Под бомбежкой Весь город пешком прошагал. И нашел, слава богу, живых. Я вам могу помочь Покинуть этот ад. Ведь город обречен. К чему вам эти муки? Постойте, Ромашов. Не отводите взгляд. Скажите, почему у вас трясутся руки. Выпейте водки глоток. Вам нужно подкрепиться хотя бы чуток. Прежде чем... Что с ним? Войны приговор так жесток. Что с ним? Сами жив? Говорите. Я его повстречал в сентябре. Он лежал в санитарном вагоне. Тяжко раненый в ноги и в грудь. Он ни с кем не вступал в разговор. Что в шесть утра на зале, На каком-то степном берегоне, Нам немецкие танки отрезали путь. И, шутя, эшелон расстреляли в упор. Я его оттащил от железной дороги. Да, вот до ближайших осин Уложил под кустом. Он был слишком тяжел. Мне пришлось отползти за подмогой. А потом, это ужас, что было потом. Я вернулся за ним через час. Думал, он все лежит неподвижен. Я метался среди этих осин. Но найти его так и не смог. Я пытался, но, каюсь, не спас. И, конечно же, вряд ли он выжил. Безоружный, больной, совершенно один. В окружении врагов и почти что без ног. Нет, все было не так. Я могу это твердо сказать. Вы не ангел, вы враг. Выдают вас с обидами и божьи глаза. И своим вдохновенным враньем Никогда вы не сможете скрыть одного. Ромашоп, это вы. Вы убили его. Уйдите. Это не я. Уйдите. Это не я. Это не я. Хотя, казалось бы, и нельзя, что мне было абсолютно Его любить. Это не я. Его не стал я убивать. Хотя я мог в лесу безлюдном Его добить. Я не пойму, как выпал сон, Когда побили эшелон. Как он добрался до этих осин, Где я наткнулся на него, Едва живо, Друга детства своего. Да, я не любил, да, я не любил Друга своего. Да, 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 да. Ну и что с того? Клятва на крови, дружба навсегда. Все это мура. Чушь, 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 чушь. Детская игра. Все это мура. Все это мура. Детская игра. Закон природы. Просто изминого яичка. Изминого яичка. Не вылупиться. Гроздь. Не получится, синичка. Не получится, синичка. И глупо ждать, Что род людской Устроен По-другому. Дети. Жить и невинные, Но все же человеки. Из непорочных Человеческих детей. Никто другой Уже не вырастет Вовеки. Кроме людей. Мерзких людей. Я сказал ему все это. Он ответил, Отвяжись. Я сказал, Ну вот уж нет уж. Ты испортил мне всю жизнь. Знаешь, что это такое? Это штука пистолет. Я сейчас смахну рукою. И моей проблемы больше нет. А он, мол, врешь, Мол, слаб, Ты покончить со мной. Смотри, смотри, Я спускаю крючок. А он, стервец, Калека, лежачий, больной, Схватил костыль. Да так его сильно швырнул, Штопин и плечо. Боже, костыль, Он мог меня убить. Это же маньяк. Вот, 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 вот. До сих пор синяк. Я этот костыль, Я этот костыль. Я его схватил. И, 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 И раскатил. Я забрал его вещички. Я забрал его вещички. Всю еду и даже спички. Всю еду и даже спички. Я ушел. Просто ушел. Это не я. Это не я его убил. Он сам подох. Это не я его убил. Он сам подох. 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 Пустится мрак небытия, И к тебе светится стая вранья. В час, когда рассудком завладеет ночь, Я одна смогу тебе помочь. В час, когда от боли стынет стон в груди, И на бранном поле брошен ты один. В час, когда страданий не перенести, И я одна смогу тебя спасти. Прислушайся, я рядом, я с тобой, Сквозь грозный рокот волн и ветровой Услышишь ты мои слова. Я верю, я надеюсь, я люблю, И смерти я тебя не уступлю. Пока моя любовь живет во мне, Ты голову свою не сложишь, Не скинешь под водой и не сгоришь в огне. Ты сможешь, ты сможешь, Пусть будет для тебя любовь моя От вражьего меча защитой. Кольчугой от стрелы броняю от копья, Пусть будет для тебя любовь моя Кольчугой от стрелы броняю от копья, Да будет для тебя любовь моя Чудом оставшись в живых, Саня отправляется на поиски Кати. Он приезжает в Москву, приходит в дом Татариновых, Где дверь ему открывает Ромашов. Не сразу Саня замечает в полупустой комнате Человека, сидящего в кресле. Ну что, узнал, а я вот живой, Ты живой. Я так рад, проходи, будь как дома, присядь. Хватит притворяться идиотом, Ты в чужой квартире. Что ты делал здесь один? И я здесь не один. Хозяин, вот он. Где? Чего ты мелешь? Вот. Да вот же он, вот он, гляди. Что с него? Инсульт. Он стал сдавать с той поры, Как из жизни ушла Катина мать. Ну а потом внезапный Катин отъезд, Тут уж старик расхворался совсем. И вот теперь Влочит больничный свой крест. И что самое страшное, Он полностью нем. Нем. Он стал немым. Из этих стен Вместе с Катей ушла Жизнь, которой Когда-то дышал этот дом. Внутри сама Все сгорело на тла, И едва возродится Когда-то потом. Теперь уже навсегда В этом доме беда Поселилась. Стой. Что ты имеешь в виду? Ну то, что Катя. Что? Катя. Ты что? Не знал. Ты вряд! Я видел свою квартиру. Сам, как она умерла. Я сумел их найти, Но спасти не успел. Весь Ленинград Без еды и тепла Жил так долго, Что мало кто там уцелел. Тебе мне врать ни к чему, Бог свидетель тому. И поверь мне, быть может, Еще и больней. И нам нечего больше делить, Нам осталось лишь Память о ней. Память о нёме. Ты? Ты не достоин ее памяти. 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 И не достоин ее памяти. Во-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-u-u-u-u-u-u-u, Посмотрите, время поиска bnp-np-np». Дорогие друзья, спасибо вам огромное, что сегодня вы были этот вечер с нами Мы чрезвычайно благодарны всем, кто помнит и несет в своем сердце память об этом легендарном, незабываемом проекте Спасибо вам Друг сердечный Друг мой, дорогой, знаю ты, я всегда с тобой И пускай поменяемся мы, поменяется мир сквозь года прорастая Но двенадцать месяцев в году, знай, что я тебя не покляду Я тебя никогда не предам, ни победу не дам Никому никогда я тебя Спасибо, дорогие друзья Мы ждем вас на запись в квартире «Доторгуешься» 27 октября в 2 часа дня Адрес неизвестен Узнавай Пошли, Пошли, Пошли В комнату, в милиции О, ты так хороший В милиции В милиции В милиции Съездите здесь В милиции Придцать, поймать Всех в комнате В милиции Нет, в милиции Не жидор, прочитывая Я слушала Я думала, что это Саша делали Как-то по степла Давайте, с той стороной Субтитры сделал DimaTorzok